Девушки отдыхают Какой толк в государственных миллиардах, если их не тратить? Сколько денег перепадет Пермскому краю на налоговое стимулирование? Поясним. И кто поедет в край, забытый богом по плохим, опасным недорогам? Какие суммы выделены на ремонт муниципальных дорог? Разъясним. Добыча газа в Европе падает, однако потребность в нем растет. Европа оказалась перед нелегким выбором. У кого покупать газ? У России или США? По прогнозам Международного энергетического агентства, потребность Европы в газе к 2040 году вырастет почти на 20%. Российский «Газпром», много лет снабжавший старый свет газом, столкнулся с серьезными конкурентами. Американцы готовы залить Европу своим сжиженным газом. Казалось бы, вот оно, торгуйся, кто дешевле продаст, у того и бери. А нет, тут дело вмешивается геополитика. Евросоюз и США находятся на грани начала полномасштабной торговой войны. Газ напрямую никакого отношения к отношению между ЕС и США не имеет, но политические и торговые разногласия, конечно, затрудняют его поставку в Европу. «Газпром», доля которого в снабжении газом Европы составляет 35%, не собирается сдавать позиции без борьбы. Ведь для России газ, по мнению Bloomberg, является одним из главных источников наполнения бюджета. По прогнозам, доля российского газа может вырасти до 45% после ввода второй очереди газопровода «Северный поток-2». Американский газ дороже российского, а европейцы умеют считать деньги. Миллион британских термических единиц американского сжиженного газа сейчас стоит около 7 долларов, а российского природного газа – около 6,5 доллара. Потому выбор очевиден. Однако сокращение добычи газа в Европе все-таки дает возможности конкурентам «Газпрома». В прошлом году доля сжиженного газа в европейском газе составила лишь 10%, но по прогнозам «Дженерал» она и поднимется к 2020 году уже до 25%. Это означает, пишет Bloomberg, что поставки американского сжиженного газа в Европу, несмотря ни на что, продолжат расти. Оказывается, для того, чтобы не брать кредит, а жить на свои, среднему российскому заемщику нужна, в общем-то, смешная сумма. Это данные аналитики микрофинансовой компании «Домашние деньги». По итогам пяти месяцев 2018 года количество действующих заемщиков всех МФО достигло своего рекордного показателя – более 8 миллионов человек, то есть около 10% от экономически активного населения страны. Обращаться в МФО, констатируют эксперты, россиянам приходится, потому что большинство из них вход в банк воспрещен по тем или иным причинам. Так, 40% клиентов микрофинансовых организаций имеют испорченную кредитную историю. Еще 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории. 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней. 20% обращаются сразу в МФО, понимая, что в банке денег им не дадут. И только 18% их клиентов имеют положительную кредитную историю. Таким образом, 82% клиентов – это те, кому в кредите отказал тот или иной банк. Большинство клиентов МФО берут кредиты на кредиты, увеличивая тем самым свою долговую нагрузку. Аналитики констатируют, что среднестатистическому заемщику с доходом от 30 тысяч рублей не хватает в месяц всего лишь около 5 тысяч рублей для того, чтобы в течение года откладывать эту сумму и не прибегать к услугам кредита. Однако микрофинансовым компаниям в ближайшее время унывать не стоит. Клиентов у них меньше не будет. Грядет повышение пенсионного возраста, которое приведет к тому, что появится целая социальная прослойка предпенсионеров возрастом 55+, которым будет очень сложно найти работу, на котором нужно будет поддерживать уровень жизни. И они пойдут за кредитами под 750% годовых. И настанет золотое время для микрофинансовых организаций. Последние новости госзакупок радуют своими ценами и оригинальностью. Судите сами. Новость номер один. Процедуру оценки регулирующего воздействия проходит законопроект Минфин России о выделении из правительственного резервного фонда в 2018 году 30,5 миллиардов рублей в виде дотации региона. Цель – стимулирование роста налогового потенциала в части налога на прибыль. Пермский край получит почти 528 миллионов рублей. В Свердловской области дают в три раза больше – 1,5 миллиарда рублей. А вот в Кировской области всего 25,5 миллионов рублей. Зато столице нашей родины – Москве положено целых 5,5 миллиардов рублей. Среди других лидеров списка на датирование Кемеровская область – почти 3 миллиарда рублей. Московская – 2,5 миллиарда рублей. И Астраханская область тоже 2,5 миллиона рублей. Меньше всех перепадет Еврейской автономной области – 2,5 миллиона рублей. и Калмыкии – 3 миллиона рублей. Сумма дотаций зависит от величины положительного прироста поступлений по налогу на прибыль. Этот показатель как раз и использован при расчете сумм указанных бюджетных агнестирований. Вторая новость более приземленная. Строить школу искусств в Югокамском будет аналитическая компания. Она выиграла тендер, подрядившись возвести здание школы за 22 миллиона рублей. Правда, это не первый госконтракт компании. Параллельно фирма строит четырехэтажку в городе Среднеуральске. А вот здание в Югокамском будет одноэтажным. Трудиться в школе предстоит восьми сотрудникам – руководителю, секретарю, финансисту, уборщице и четырем преподавателям – служителям МУС. По муниципальной программе развития сферы культуры до 2020 года новые школы искусств вырастут и в других поселениях района. Муниципалитетом при Камье уже распределены средства на ремонт дорог в 2019-2020 годах. Об этом стало известно на последнем заседании Комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края. По словам министра транспорта Николая Уханова, предусмотрено направление более двух миллиардов рублей из регионального бюджета на строительство, реконструкцию и выполнение текущего и капитального ремонта на дорожных объектах муниципального значения. Знаковый объект для города Перми и пермская агломерация – это Перм-Лиды. Сейчас уже подрядчик вышел на работы. В конце текущего года есть полагательские основания, что этот объект будет сдан в эксплуатацию. Второе направление – Чернушка-Тюш. В прошлом году мы выполнили работы первого этапа – ямочный ремонт, устранили аварийность. И в этом году планово заходим в ремонтные работы. Подрядчик и компания «Дорос». К работам они уже приступили. И еще одно направление знаковое – это перегон от Гремячинска до Александровска. Всего 36 километров подлежат ремонту. Участками по полтора, по два километра выбраны самые плохие участки, будет сплошное перекрытие. В 2017 году проверку качества отремонтированных дорог провели в 22 муниципальных образованиях. Было проверено 70 объектов. Плановые объемы финансирования муниципалитетов на строительство и ремонт дорог составляют 4,5 миллиарда рублей в 2019 году и 4,3 миллиарда рублей в 2010 году. Однако существует проблема. В поселениях не хватает специалистов для осуществления эффективного контроля работы подрядчиков. Однако никто не отменял общественный контроль. Задача всем нам объединиться и сделать так, чтобы мы поняли, что наши дороги – это наши дороги. Это не чьи-то там где-то, а наши. И мы в том числе отвечаем за то, чтобы они были качественными и безопасными. С 2017 года отремонтированные участки дорог проверяются общественными инспекторами от Общественной палаты Пермского края и Общественного совета при Минтрансе. По итогам работы в прошлом сезоне этот вид контроля за ремонтом дорог показал высокую эффективность. Было обнаружено более 200 потенциальных нарушений. Кроме того, в этом году все отремонтированные дороги подвергнутся лабораторным исследованиям. У торговой войны ни конца ни края. Канада вступила в игру. Кто следующий? 1 июля Канада повысила ввозные пошлины на ряд товаров американского производства, ответив тем самым на повышение США тарифов на сталь и алюминий. Пошлины коснутся американских товаров на общую сумму 12,5 миллиарда долларов. Стоит отметить, что тем временем Китай снижает ввозные пошлины на автомобили иностранного производства и комплектующие к ним, и на порядка полутора тысяч видов товаров повседневного спроса. В США это ознаменовали как победу в торговой войне, навязанной политикой Трампа, после введения им повышенных пошлин на китайский экспорт США на сумму 50 миллиардов долларов. Однако Пекин отмечает, что маневр снижения пошлин – это шаг к открытости экономики Китая для мира. Это была программа НЭП и ее ведущий Игорь Ганин. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok